В эфире деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. Сегодня в России 4 миллиона безработных. Это данные Федерации независимых профсоюзов страны. По итогам кризиса их может стать в два раза больше, прогнозируют эксперты. Россиянам дадут льготную ипотеку. В Госдуме приняли законопроект о помощи потерявшим работу. И доля просрочек по всем видам кредитования выросла. Подробнее расскажем далее. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о помощи потерявшим работу гражданам, пишет российская газета. Семьи, которые оказались в сложном материальном положении из-за временной потери работы, смогут получать пособия и выплаты без учета дохода за прошлый период, как это делают сейчас. Выплаты будут начислять, исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. В том числе это касается пособий на детей от 3 лет до 7. Снизились доходы россиян и следом выросли просрочки по всем категориям заимствований. Показатели за март заметно ухудшились. Хуже всего обстоят дела с потребительскими кредитами. Там доля плохих долгов выросла до 22,5%. Изменилась не в лучшую сторону и платежная дисциплина держателей кредиток, а также людей, которые платят автокредиты. Задолженность выросла на процент. А вот микрозаймы стали отдавать чуть лучше. Эксперты считают, что рост долгов связан с экономической ситуацией и снижением доходов населения. И в дальнейшем доля просрочки будет расти. Тем не менее, Путин предложил запустить льготную потечную программу со ставкой 6,5%, сообщает газета.ру. На ее реализацию выделят больше 6 миллиардов рублей. Льготы будут распространяться на жилье, стоимость которого ниже 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге и ниже 3 миллионов рублей в регионах. Обратиться за льготным кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Ставка не будет меняться весь период займа. Президент страны также отметил, что в связи с коронавирусом строительный комплекс столкнулся с падением спроса. В частности, рост ипотеки в первом квартале этого года сменился спадом. Льготная ипотека, считают эксперты, создаст дополнительный спрос на жилье. А строительную отрасль получится привлечь около 1 триллиона рублей от банков и граждан. «Хэдхантер» опубликовал рейтинг лучших работодателей России по итогам прошлого года. Его возглавили госкорпорации «Газпромнефть», «Росатом» и «Сибур». Также в лидерах общего рейтинга и первыми в своих отраслях оказались «Кока-Кола», «МТС», «Сбербанк» и «Имвидио Эльдорадо». Интересно, что российский список наиболее привлекательных сфер для соискателей сильно отличается от зарубежных. Так, в конце 2019 года «Форбс» опубликовал мировой рейтинг, где первая пятерка лидеров представлена исключительно IT-сферой. В России из технологических и IT-компаний наверху списка оказалась только одна – «МТС». Средний чек в российских супермаркетах вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для исследования проанализированы покупки россиян с 6 по 12 августа. Так, в Москве покупатель в супермаркете в среднем тратит за раз 625 рублей, на 56% больше, чем год назад. В остальных регионах средний чек вырос на 44%, а в гипермаркетах на 27 – до 790 рублей. А вот ходить в магазины стали реже почти на треть. Доходы российских семей предлагают вносить в специальный реестр. С таким предложением выступили в Федеральной налоговой службе. Цитирую замначальника ведомства Виталия Колесникова. Жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия «семьи» – домохозяйства. С такой системой в будущем можно будет поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны. И напоследок, вместе с увеличением среднего чека в супермаркетах выросли и продажи спорттоваров. По сравнению с прошлым годом на 53%, потому что россияне переживают, что набирают вес на самоизоляции. Наибольшим спросом пользуются эластичные фитнес-ленты, а также гири и коврики для занятий спортом. Также на четверть больше было продано спортивных утяжелителей. На этом все. Будьте здоровы. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова